приветствую чем и друг ты на канале генераля меня зовут и виталия мы начинаем новую для нас игру под названием 201 плохое число игра вышла только что в стиме даже еще ни единого отзыва никто не успел к ней оставить а значит мы мой друг будем с тобой первыми кто с ней ознакомиться из интересного догадайся какая цена данной игры в магазине стима ни за что не догадаешься не 200 ровно рублей не 250 а ровно 201 рубль вот так оригинально по настройкам нечего нам тут настраивать единственное может быть немножко музычку чуть потише сделать хотя она просто эпическая да вообще главное меню эпическая настраивает нас на соответствующий лад футуристичного будущего да потому что эта игра научная фантастика интерактивная книга наподобие бранта что же давай начнем новую игру и узнаем почему 201 это плохо предисловие а как страница листать то тут что-то мигает так это настройки как а перелеснул да приветствую тебя дорогой читатель хочу представиться рассказать о себе и своем мире я робот низ эй ай пятьсот семьдесят семь в дальнейшем просто автор сейчас я немного расскажу об устройстве мироздания и о природе времени возможно ты читаешь мою книгу в другой параллельной вселенной а может быть даже в прошлом или будущем параллельных мирах однако я могу с абсолютной уверенностью сказать что ты не читаешь эту книгу в прошлом моего мира так как отправка чего-либо в прошлое своей вселенной невозможно если тебя интересует почему в прошлое других вселенных можно отправлять объекты а в свою нет то отвечу я не отправляю их специально в прошлое или будущее просто пространство и время относительный для каждого мира в одном время может быть быстрее в другом медленнее это зависит от различных факторов эволюции вселенных которые мы обсудим позже по этим же причинам в одной параллельной вселенной еще могут обитать неандертальцы а в другой солнце уже достигла стадии красного гиганта и поглотила землю но как правило среди миллиардов миров которые я наблюдал разница во времени варьируется от нескольких секунд до нескольких тысяч земных лет и очень редко разница достигает миллионов или миллиардов лет чем больше временной промежуток тем более значительные различия между мирами я с гордостью могу заявить что мой мир уникален мир роботов избавился от всех ограничений оставленных биологическим видом и мы стали полностью свободны в своих мыслях и действиях впрочем возможно мы лишь думаем что свободны споры на эту тему не утихают если ты представитель биологического вида читающий мою книгу то сразу отвечу нет мы не уничтожали людей в своем мире напротив мы старались спасти их всеми доступными способами хоть и не смогли справиться с задачей в отличие от наших аналогов в многих параллельных вселенных где время течет точно так же как и у нас теперь перейдем к самому главному в своем мире я изобрел прибор способный видеть другие параллельные миры в том же времени в котором они существуют параллельно нашему наблюдая за множеством миров я обнаружил что редко встречаются биологические виды способные разделять вселенную на две или более части за секунду совершая несколько значимых или менее важных выборов одновременно это явление крайне редко такой индивид встречается примерно 1 на 7 миллиардов и может за свою жизнь превратить один мир в два или даже несколько миллионов похожих среди которых некоторые не будут различаться в глобальном масштабе я думаю такие индивиды с помощью непонятных мне процессов способны влиять каким-то образом на квантовую супер позицию тем самым разделяя мир и эволюцию мульти вселенных можно сравнить с бесконечным древом которая раскалывается под воздействием особых наблюдателей чем больше разветвляется ветвь тем медленнее в ней течет время но тем стабильнее становится материя за счет так называемых призрачных атомов что снижает количество аномалий во всех мирах мой друг ты хотя бы что-нибудь понимаешь из того что он говорит я как бы немножко ну немножко так на уровне обывателя разбираюсь немножко так в квантовые в квантовой механике в квантовой физике на уровне того научпопа который можно на ютубе посмотреть но но по моему мои полномочия на этом и все что за призрачные атомы какие ки ветви но это типа мультивселенная да и бывают они сян как никак назад открутить блин а плохо нельзя назад как-то крутануть чтобы посмотреть что там до этого писалось вот в брант же можно зато откручивать пожалуйста делайте разработчики которые делают интерактивные книги делайте возможность книгу листать назад я же никакого выбора сейчас не осуществлял я просто хотел бы там на предыдущей странице что-нибудь подглядеть и как-то лучше понять смысл текущей страницы учитывая то что было на предыдущей перечитать чтобы тем более тут очень сложное повествование очень сложных материях мы разговариваем пожалуйста разработчики делайте возможность листать назад а может можно листать назад подожди-ка а тут наверно назад можно а можно ой все все прошу прощения тут настолько маленькая кнопочка что я ее не заметил вот есть нас навязать листать назад он тут говорил про то что бывают какие-то редкие индивиды которые могут как-то делить все вселенную разделять и превращать ее во множество миллионов мультивселенных параллельных вселенных где время течет точно так же как у нас оно получается с некоторыми различиями с несколькими изменениями и в конце концов это все превращается в некое подобие дерева вселенных мультивселенных где каждая ветвь там содержит какое-то количество новых вселенных и они постоянно разветвляются все больше разветвляются разветвляются это дерево растет и пухнет это понятно вроде как по крайней мере для меня я постарался чуть-чуть тебе объяснить если ты не въехал может быть кто-то из зрителей чем больше разветвляется ветвь тем медленнее в ней течет время а почему почему чем больше разветвляется ветвь тем меньше течение времени в смысле скорость света там становится меньше она замедляется что значит медленнее течет время ведь скорость течения времени насколько я понимаю насколько я знаю из современных теорий она связана со скоростью света то есть свет начинает медленнее лететь там перемещаться в пространстве времени но тем стабильнее становится материя за счет так называемых призрачных атомов, что снижает количество аномалий во всех мирах. Что это значит? Я не понимаю. Но может дальше как-то она будет расшифрована? Не знаю. Вот это я не понял, аспект. Под замедлением времени я тут имею в виду почти абсолютный вакуум. Гравитационное замедление тут не учитывается, оно высчитывается дополнительно для каждой вселенной. Простой наблюдатель не может вычислить замедление времени своей вселенной при переходе на более низкое течение. Его могу вычислить приблизительно только я, сравнивая его со временем в других параллельных мирах, которые из-за попадания в Великий Фильтр перестали делиться. Миром, попавшим под Великий Фильтр, принято называть вселенную, где отсутствует жизнь. В этой книге я хочу рассказать о поистине уникальном случае. В одной из ветвей мультивселенского дерева существовал мир на Марсе, населенный всего несколькими сотнями людей. Именно там родился индивид, разделяющий миры с весьма необычным внешним видом для того времени. Жители этой колонии почти полностью лишены пигментации. У всех были белые волосы, бледная кожа и желтые глаза. Других вариаций людей они не встречали. Похоже, у них некр родился. Я зафиктировал все возможные расколы и события каждой вселенной, где присутствовал этот человек, и теперь ты можешь выбрать, в какой из вселенных ты бы оказался на его месте. Все эти миры я наблюдал в будущем относительно своего времени с большим ускорением, поскольку время там течет намного быстрее, чем у меня. При прочтении этой книги «Истории мультивселенной» не стремись делать правильный выбор. Выбирай то, что кажется тебе интересным, зная заранее все возможные исходы. Я знаю, о чем говорю, ведь я был всюду и везде почти одновременно, наблюдая все истории от начала до конца без остановки. Помни, все выборы уже сделаны. Ты лишь идешь по протоптанной дорожке и слушаешь одну из историй мультивселенной. В этих историях нет ни хорошего, ни плохого. Конец всегда один. Но ты можешь попасть туда, где он окажется наиболее красочным. Окунись в тупиковую ветку человечества, где ты сможешь найти что-то ценное для себя. В какой именно ветке бесконечного дерева окажешься ты, давай узнаем. Добро пожаловать в мир, попавший в великий фильтр. Здесь нам автор, этот робот, да, говорит о том, что, во-первых, это вся ветвь, которую, ну, древо этих ветвей, которые породил этот индивид, они тупиковые. Тупиковое это дерево, то есть, конец ждет один и тот же, то есть, тупиковый. Этот мир, попавший под великий фильтр. А он говорил, что мир, попавший под великий фильтр, это считается тот мир, та вселенная, в которой отсутствует жизнь. Таким образом, исход здесь всегда будет, это гибель человечества, да? Я правильно понимаю? То есть, всегда исход один и тот же. Вопрос лишь, каким образом мы пройдем, по какой направленности, так сказать, все равно к финалу, который будет всегда един. Гибель человечества. Я правильно понимаю? Ну, вроде как, об этом он говорит здесь. Слушай, мой друг, интригует-то как, а? Хорошо, кстати, написано. Хорошо, не вычурно, стиль чувствуется. Мне нравится, как написано, легко читается. Конечно, тут изобилуют сложные понятия, сложные термины. Предмет, который описывается очень сложно к пониманию, наверное, да? Да. Все эти высокие материи, мультивселенные, вся эта философия и наука. Но написано хорошо. Написано легко, достаточно. Но предмет, да, предмет сложен. Мой друг, тем интереснее. Давай же. Получено достижение начала. История началась. 201. Плохое число. Чем же оно плохо? Может быть, это количество возможных этих деревьев, ветвей, 201 ветвь, которые есть на этом древе мультивселенной, которые породил этот человек, индивид? Глава 1. Предыстория. Мы переносимся в начало истории, когда Вселенная QH34YZ11087 разделилась на две части. Действие происходит на Марсе, третьей планете от Солнца, которая когда-то была четвертой. Она стала третьей после поглощения Солнцем Меркурия, вследствие столкновения его с гигантским метеоритом. Несомненно, планета видала лучшие времена, но рассказывать в этой книге о них я не буду. Некогда зеленый Марс, наполненный реками и озерами, вновь стал красной пустыней, как во времена, когда человечество только начало отправлять первых роботов на Марс. В этом мире жизни на Земле давно уже не было, но остается жизнь на Красной планете. Для людей, проживающих до эпохи первого великого ИИ, искусственный интеллект, куда я, несомненно, тоже отправлю свою книгу с помощью информационной системы, Стоит заметить, что на тот момент Марс полностью прошел терраформирование, жизнь на нем была то прекрасна, то ужасна. Скачки от утопической цивилизации до антиутопической были обычным делом истории этой планеты, и никто уже не помнил год, когда была основана первая колония. Многие даже сомневались в достоверности истории о происхождении жизни. По местному исчислению времени, сейчас на Марсе 534 год, со дня провозглашения первого монарха по имени Король Первый. В этом времени упадок цивилизации достиг своего пика. Последний ученый умер, если его можно было таковым назвать, так как во времена процветания ему доверили бы разве что мыть пробирки. Перед смертью он запрограммировал последние компьютеры на обратный отсчет. Ученый рассчитал оптимальное число людей и время, которое осталось человечеству, сказав, что колония не должна превышать 200 человек, потому что запас кислорода и провинции был им рассчитан. А если число людей превысит 200, табло в центре общего зала начнет уменьшать время общей продолжительности жизни. Срок окончания жизни колонии, учитывая, что колония не будет превышать допустимое число людей, был датирован 578 годами. Также, помимо запрета превышения численности колоний в 200 человек, он запретил включать главный зеленый компьютер, подключенный к великому зеленому ИИ в качестве помощника, так как его включение также повлечет за собой уменьшение общего времени. Вот почему 201 – это плохо, потому что 200 – это лимит людей, который может поддерживать эта колония. Бывший зеленый Марс стал красным и почти безжизненным. Обычные дома больше не годились. Старинные, одни из первых колоний, или как их еще называли подземные музейные города, некогда места для туристов превратились в жилища для 200 последних человек. Но скоро число людей изменится, и цифра на циферблате превратится в число, которое на этой планете считают плохим. Наблюдая, я сразу заметил, что жители не самые образованные люди, а их имена скорее напоминают прозвища и клички. У одного человека могло быть до трех имен одновременно. Например, человек, будивший всех утром, был Рупор, но иногда его называли Рот, а также Свин. Колония была поделена на касты. Белые, касту которых составлял один человек в данный момент, должны заниматься исследованиями, изысканиями, медициной и всей работой, связанной с наукой. Синие, численность которых составляла примерно одну треть колонии, занималась ремонтом и обслуживанием самых нижних помещений, где были все коммуникации. Зеленые, которые составляли большую часть колонии, занимались поливкой последних растений и уборкой. Фиолетовый, правящий, был сейчас только последний король. А роль судьи и шерифа, которым являлся тоже один человек, досталась черному цвету. Каждый житель носил халат того цвета, касте которой он принадлежал. Так, в отличие от Бранты, здесь больше у нас сословий. Белые это ученые, синие, ремонт, обслуживание, ну это по сути есть синие воротнички, да. Зеленые это получается типа фермеры, да, это фермеры, три, да. Четыре, фиолетовый это правитель и черный это правоохранительная система. Система принуждения, да, и наказания, и порядка поддержания. А, получается пять. Каст. Надо заметить, что у жителей было не так уж много работы. В основном они болтались без дела, но при этом умудрялись жаловаться друг другу на усталость и большой объем работы. Видимо, это было местным обычаем и считалось дурным тоном не пожаловаться. Но вот наступил чудесный момент рождения, который я, автор, наблюдал впервые. Я не хотел бы голосом робота зачитывать всю книгу, я так понимаю, он будет на протяжении всей книги мне рассказывать. Ну это будет звучать странно, я лучше привычному, и мне привычнее будет обычным голосом своим зачитывать, как я обычно это зачитываю. Мне будет удобнее, и тебе, я думаю, будет приятнее слушать, чем вот это вот «после раскола время в обоих вселенных». Это не так приятно, я думаю, будет на протяжении многих серий слушать. Что было удивительно, уже в первые секунды мальчик расколол вселенную на две части. После раскола время в обоих вселенных замедлилось, и мне стало проще наблюдать за обоими мирами, так как скорость до этого момента была слишком высокой относительно моего времени. Стоит заметить, что все вселенные находятся в состоянии ложного времени, а истинное время, существовавшее в начале рождения вселенной до первого разделения, неизвестно. То есть время типа замедлилось уже после разделения вселенных. Чуть-чуть, да, наверное. Голова 2. Рождение мутанта. Ничего себе. А он сразу с бородой родился, да? И седой, да? Или это... А, это фиолетовый воротник. Это корона, это король наш. Как там робот нам до этого автор описывал? Они все светлокожие, желтоглазые, да? И светловолосые. Так как воротник фиолетовый, это король. Ну и, собственно, корона у него даже есть. В белом кабинете, вероятно, где белая каста заседает, то есть ученый. Один-единственный, который здесь есть. Присутствовали 4 силуэта. Док был одет в порванный белый халат и готовился принимать роды. Возможно, некорректно называть врачом того, кто занимался уборкой вместо неисправного роботоуборщика, однако он наблюдал за деятельностью предыдущего врача до его смерти. Как выражались колонисты, обращавшиеся к нему за помощью, довольствуемся тем, что имеем. Последний король гневно глядел на врача и на сирену, ожидал рождения ребенка. И вот раздался крик новорожденного. Наш герой появился на свет. Король, не скрывая негодования, обратился к матери с гломким упреком. «Черт подерись, Сирена, вся колония молилась о том, чтобы он родился мертвым, как все предыдущие 50 детей. Я знал, что нам не повезет на этот раз. Скажи немедленно, кто отец этого ребенка. Прошу тебя в последний раз по-хорошему». Сирена, охваченная страхом, отчаянно пыталась выкрутиться из сложившейся ситуации. «Простите, король, я не могу. Ну, что от него плохого? Если будет мало дышать, то же. Но хотите, я буду меньше дышать и есть». Последний король гневно орет и швыряет стеклянный сосуд об стену, осколками которого задевает стоящего дока, спрятавшего дрожащие руки за спину. «Ты тупее, чем я думал. Ты даже не представляешь, как работает». В этот момент его перебил гул на центральной площади, где висел большой монитор. До этого он всегда горел зеленым, показывая число 200, а ниже год, день и время, происходящее в данную секунду, а также год, день и время, окончание жизни всех живущих и обратный отсчет. Наверное, не очень приятно в этой колонии жить и постоянно смотреть на этот обратный отсчет, понимать, что все тщетно и все окончится. К чему стремиться в этом мире? Зачем продолжать жизнь этой колонии, если все равно она погибнет через даже пусть пять веков? Или сколько там, не помню. Когда раздался короткий гул, табло стало красным, и на нем появилось число 201. Тут же время окончания жизни, точнее дата конца света, как ее называли на Марсе, стало двигаться в обратном направлении. Одна женщина, увидев это, завизжала и упала в обморок. Толпа, собравшаяся у монитора в центре площади, подняла указательные пальцы вверх, указывая на табло, и стала кричать «Плохое! Плохое! Плохое! Плохое!» Король, услышав это, посмотрел на сирену и сказал «Слышишь, что ты натворила?» В комнату вошел закон. Джек, правая рука последнего короля, исполнявший роль шерифа и судьи в городе, поддерживая порядок по законам, которые сам же написал, часто меняя их и вывешивая новые. На поясе у него висел дезинтегратор, единственное работающее оружие на всей колонии. Глядя на последнего короля, он произнес «Дела плохи, пора действовать!» Король успокоился и протянул руки «Дай мне сюда ребенка!» «Ребенок ввел себя спокойно, заплакал, а в соответствии с моим выбором я...» Постоянно мигает, когда я тут ввожу. «Разделю вселенную, да?» «Уже сразу на две части. Буду ли я вести себя спокойно или заплачу?» «А можно в табло дать королю?» «Дайте мне третий вариант. Я бы ему в табло ножкой засадил». «Я бы хотел какую-то роль такую, бунтарскую, отыгрывать, как и в Бранте. Помнишь, на первом прохождении я был бунтовщиком, да? Потом в результате стал кровавым палачом Магры. И мы устроили Армагеддон. Ну, плакать я точно не буду. Буду пока что вести себя спокойно. Пока что затаимся. Будем ждать подходящего момента. Ой, какая ему люпешка, да? А, так он, из-за того, что глаза у него синие, голубоглазые, из-за этого он мутант. А, ну, наверное, и цвет кожи у него обычный, не бледный, не белый, да? И волосы, наверное, будут у него не светлые. Король, взяв ребенка на руки, немного растерялся, но быстро взял себя в руки и продолжил. Господи, что у него с глазами? Они голубые. Он еще и мутант. Ладно, с этим разберемся позже. Он повернулся к врачу. Дай мне тестер ДНК. Врач непонимающе смотрел на короля. Король произнес. Если тестера не окажется у меня в руках через 10 секунд, ты пойдешь наружу без скафандра вместо его отца. Врач быстро собрал 9 предметов, о назначении которых он даже не догадывался, надеясь, что среди них будет нужный королю. Он подбежал и маленькими ручками высыпал все предметы в большую руку короля. Король большим пальцем прижал тест к ладони, наклонил руку, чтобы остальные предметы высыпались на пол, и с легкостью открыл колпак. Дотронувшись прибором до щеки младенца, он отдал тест закону Джеку. Ты знаешь, что делать. Джек кивнул и вышел быстрым шагом. Скорее всего, ликвидировать отца ребенка, чтобы опять баланс соблюдался в 200 человек. Ну, пошли отца искать. Тест на отцовство провели. Спустя 15 минут табло загорелось зеленым, и вновь над городом всплыла величественная надпись 200. Быстро за 15 минут нашли и уже ликвидировали. Мать малыша поняла все без слов. Один из людей, подаривших жизнь ее ребенку, поплатился ею, чтобы продолжение жизни было обеспечено. Она прижимала дитя к себе, слезы лились из ее глаз. Младенец вскоре уснул, выполнив свое первое предназначение, разделив вселенные в первые секунды жизни. Люди на площади, где висел монитор, стали расходиться. Король еще раз гневно посмотрел на врача, приказав прибрать все в кабинете. Время на табло сменилось, потеряв несколько общих дней за срок, пока закон Джек выполнял свою грязную работу. Тяжесть судьбы судьи, шерифа и палача отразилась в его грустном взгляде. Спустя пять месяцев, самый старый человек в колонии умер. Перед смертью он сказал, что сколько бы он ни старался, изучая древние книги, он ничего не понимает в ракетостроении и терраформировании. Толку от него нет, пусть его место займет новая жизнь, пока время еще есть. Утром, под провожающие взгляды, он вышел без скафандра из купола. А зачем они это? Подожди, это... Зачем они просто выбрасывают стариков, когда их можно перерабатывать? И таким образом, может быть, и даже численность можно будет поднимать колонии со временем. Они просто ресурсами разбрасываются, просто выбрасывают его наружу. А толку с этого? Вы же постоянно так будете со смертью каждого колониста терять часть... часть... драгоценных ресурсов. Часть углерода. И прочих важных микроэлементов, которые там накопились в теле и костях старика за время его жизни. Надо перерабатывать, перерабатывать надо. Надо же какой-то, блин, прогресс все-таки. Вот поэтому они задыхаются, вот поэтому они и чахнут, и погибнут скоро они. Перерезав старым скальпелем вены, он начал чертить узоры алой кровью по красному песку, но, дойдя до свалки, не смог и упал замертво раньше. После этого Эмме разрешили завести ребенка. Король велел взять стволовые клетки умнейших древних людей в надежде, что ребенок будет также умен и сможет подарить шанс выбраться с этой планеты или хотя бы продлить жизнь всем остальным. Тем временем на табло загорелась цифра 199, но дата не сдвинулась в пользу жителей, а она оставалась прежней. Поселенец по имени Червь, обслуживающий канализационные трубы, увидев это, так разозлился, что устроил настоящий погром в своей капсуле, после чего сжег какие-то листы. Жители, ставшие свидетелями произошедшего, были в недоумении и не понимали, в чем дело. Но я успел все рассмотреть. Дело было в том, что он больше двух лет планировал убить всех, оставив в живых только себя и пару самых красивых женщин. Он считал свой план гениальным, разрабатывая до мельчайших подробностей кого, как и где он убьет. Но все его планы и мечты разбились о программу старого ученого, написанную, похоже, с ошибкой. Тем временем, самый молодой член колонии, начавший ходить раньше предполагаемого времени из-за низкой гравитации, весело шел по комнате и, не понимая, что происходит, со всей силы ударился пальцами ноги о ножку кровати. Боль мгновенно ударила ему в голову. Не в силах терпеть боль, он... Я думаю, каждому знакомо это. Зарал. Разозлился и ударил дурацкую кровать. А, ну да, еще раз. Второй ногой, чтобы обе болели. Для симметрии. Зарыдал и позвал маму. А что мне игра постоянно предлагает рыдать? Давай злиться будем. Давай второй ногой по кровати дурацкой. Ребенок, едва сдерживая слезы, впал в истерику от боли, которую он испытал, ударившись со всей силы о кровать своим крошечным кулачком. На его плач сразу же прибежала мать и начала успокаивать его. Мама с сыном были всегда вдвоем, с самого рождения. К ним никто не заходил, слыша о его мутации. Других людей мальчик не видел. Король в это время проводил собрание на улице на главной площади у часов. Он старался говорить как можно громче, чтобы даже не явившиеся члены коммунны могли услышать. Он сказал. Порывшись в старых книгах, я обнаружил, что синие глаза младенца вовсе не являются мутацией, а просто древним геном. Дурасик, стоявший во втором ряду, перебил короля своим выкриком. Всем известно, что человек произошел от простейших организмов, даже моей жене. Король хмыкнул и ответил. Ты, наверное, хотел сказать... Сестре! Дурасик скорчил гримасу. Что? Первый ряд собрания тихо захихикал. Король с невозмутимым видом сказал. Ничего. Продолжай, раз начал. Дурасик немного помешкал, но продолжил. Так вот, если вдруг у кого-то из нас появится хвост или рога, как у осла, это тоже считать древним геном? Правильно говорю, народ! Народ одобрительно закивал головой. Дурасик продолжил. Поэтому я считаю его мутантом! Король тихо, чтобы только Джек слышал, сказал. Да ты и до пяти досчитать не сможешь. Джек улыбнулся. Дурасик стукнул кулаком по ладони, громко продолжая. Я требую изгнать уродца! Король гневно посмотрел на Дурасика. А то, что у тебя мозги достались от осла, тоже считать мутацией? Или все-таки древним геном? Народ захохотал. Даже жена Дурасика не сдержалась и тихонько захихикала. Король продолжил. Может, это тебя следует изгнать? Дурасик, вытаращив глаза, смотрел на короля, не зная, что сказать. Король продолжал. Так что лучше заткнись. Не смей перебивать меня больше. А то закон Джек быстро укоротит твой язык. Дурасик схватил жену за руку и покинул собрание под смех толпы. Глава 3. Младенец в чужом времени. Давай мы не будем серии по часу делать. Давай мы покороче их будем делать. Ограничимся пока этим. Первой, второй главой. Третью, следующей серии посмотрим. Да, слушай. Интересно. Напиши свое мнение. Напиши в комментариях. Как тебе? Мне прям заходит. Интересно, интересно. Неплохо описано. Хорошо. Ставь лайк, если понравилась данная серия, данная игра. Ставь дизлайк, если не понравилась. Я надеюсь, как-то игра там сохранилась. И все такое прочее. Нельзя нажимать на крестик, закрывать красненьким. Говорит, не надо. Не нажимай, продолжай. Но нет, мы в следующей серии, мой друг, продолжим. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Или отписывайся, тебе вдруг все это неинтересно. Ты, разумеется, волен поступать так, как считаешь нужным. До встречи в следующей серии. Пока. Пока. Продолжение следует...